Виктор Драгунский. Слава Ивана Козловского. Слава Ивана Козловского. Это вот как получилось. Был у нас урок пения. Сначала мы пели все хором. Вопали, березонька стояла. Выходило очень красиво. Но Борис Сергеевич все время морщился и кричал. Тяните гласные, друзья, тяните гласные. Мы стали тянуть гласные. Тогда Борис Сергеевич хлопнул в ладоши и сказал. Настоящий кошачий концерт. Давай-ка займемся с каждым индивидуально. Это значит с каждым по отдельности. Первым Борис Сергеевич вызвал Мишку. Мишка подошел к роялю и что-то такое прошептал Борису Сергеевичу. Тогда Борис Сергеевич заиграл, а Миша тихонечко забел. Как на тоненький ледок выпал беленький снежок. Ну и смешно же пищал Мишка. Так пищит наш котенок Мурзик. Разве что от поют? Я прямо не устоял и рассмеялся. Тогда Борис Сергеевич поставил Мишке пятерку и посмотрел на меня. Ну-ка, хохотун, выходи. Я быстро подбежал к роялю. Ну-с, что будете исполнять? Вежливо спросил Борис Сергеевич. Я сказал, песня гражданской войны. Ведишь, буденый, насмелее в бой. Тогда Борис Сергеевич тряхнул головой и заиграл. Но я его сразу остановил. Играйте, пожалуйста, погромче, сказал я. Борис Сергеевич заиграл, а я набрал побольше воздуха. Да как за бою, высоко в небе ясном вьется алый стяг. Мне очень нравится эта песня. Так и вижу. Синее-синее небо, жарко, кони стучат копытами. И у них красивые лиловые глаза. А в небе вьется алый стяг. Я прямо зажмурился от восторга и закричал, что было сил. Мы мчимся на конях туда, где виден враг. И в битве упоительной я хорошо пел. Наверное, даже было слышно на другой улице. Тогда я нажал себе кулаками на живот. И вышло еще громче. Мы врезались в Крым. И тут я остановился, потому что я был весь мокрый, и у меня дрожали колени. А Борис Сергеевич хоть и играл, но весь как-то склонился к роялю, и у него тоже тряслись плечи. Ну как? Спросил я. Чудовищно! Похвалил Борис Сергеевич. Хорошая песня, правда? Сказал я. Хорошая, сказал Борис Сергеевич и закрыл платком глаза. А ты не заметил, что я играл одно, а ты пел немножечко по-другому? Нет, сказал я. Да это и не важно. Главное, чтобы вы громче играли, Борис Сергеевич. Ну-с, раз ты ничего не заметил, поставим тебе пока троечку за прилежание. Как тройку? Я даже опешил. Тройку? Это же очень мало. Вон, Мишка как тихо пел, и то пятерку получил. Я сказал, Борис Сергеевич, это вы не думайте. Это я сегодня просто плохо позавтракал. Я сейчас отдохну и еще громче смогу. Я знаю еще одну песню. Когда я дома пою, все соседи прибегают и спрашивают, что случилось. Но тут прозвенел звонок. Мама встретила меня в раздевалке. Когда мы собирались уходить, к нам подошел Борис Сергеевич и сказал. Возможно, ваш мальчик будет Лобачевским, может быть, Менделеевым. Я не удивлюсь, если он станет известен в стране, как известен сам товарищ Николай Мамай. Но в одном могу заверить вас абсолютно твердо. Славы Ивана Козловского он не добьется никогда. Мама ужасно покраснела и сказала. Но это мы еще посмотрим. А когда мы собирались уходить, я все думал. Неужели Козловский поет громче меня? Неужели Козловский поет громче меня? Продолжение следует...